А теперь про технику. Что же сказал нам Шевченко, Максим, про технику российских спортсменов и многие думают, что она отличается от американцев и канадцев. Он сказал, что практически ничем не отличается. Несмотря на это, у российских спортсменов результаты значительно хуже, чем у канадцев с американцами, ведь чемпион мира все-таки американец. Есть мнение, что наших подводит тюнинг. Нет, не так, сказал Максим Шевченко. Я все-таки считаю, что мы не достигли должного мастерства в правильной настройке снегохода, к подготовке. К примеру, многократный чемпион мира, и в этом году он снова стал чемпионом, такер Хиберт, выбирает под плотность снега определенный рисунок гусеницы. То есть примерно как зимняя резиновая машина. Мы только к этому идем. Мы не можем себе позволить менять трак. Между заездами под определенный рисунок снега и состояние трассы. Вот видите, трасса уже становится более мягкой. Соответственно, можно бы и гусеницу поменять, но мы пока до этого еще не дошли. Также наши спортсмены все-таки осознали, что тюнинг тюнингом помогает и тюнингу не мешает. Но федерация все-таки рекомендует наращивать мастерство. Именно в ранг мастерства сейчас участники следующего заезда класс взрослые, любители взрослые, а сейчас мы называем их просто класс спорт. Стартовали заезд, первый заезд в классе спорт, 12 минут плюс два круга. В этом заезде в первую очередь хочется отметить очень интересного спортсмена, многократного победителя и призера соревнований по ледовому спидвей, легендарного Николая Красникова. Тот человек, который оседлал мотоцикл в самом экстремальном его виде, а именно на льду. Ведь ледовый спидвей, те, кто когда-нибудь видел, какие шипы, сколько там сотен шипов и как они перелопачивают лед и как срезаются несколько сантиметров в заезде на ледовом спидвей, знает, как это опасно. В том случае падение, вся эта шипованная гребенка проходит вдоль или поперек того, кто под нее попадает. Недаром наш легендарный Володя Лумпов, это участник сборной команды России, в составе которой он победил на чемпионате мира по ледовому спидвей. Владимир Лумпов, житель города Слободского, рассказывал мне как-то, что он реально видел намотанные сухожилия на шипы. Это становится страшно. В ледовом спидвей бывает и такое. У нас, слава богу, более безопасный лиц спорта. В классе спорта Николай Грачев лидирует на своем снегоходе, представитель теменской команды. В общем-то он и должен бороться в классе спорт. Во всяком случае на него есть надежда, но победитель первого этапа Николай Красников не даст скучать сейчас совершенно точно. Он на второй позиции за Николаем Грачевым. Как более опытный стартер. Я говорю стартер, а не стартер. Стартер. Николай Грачев лучше стартовал. Две секунды выиграл на старте. Николай Красников сейчас на второй позиции. Дмитрий Широков из Вологды на третьей позиции. Никита Богомолов на четвертой. Владимир Грачев на пятой. И Александр Широков, хировчанин, достойно завершает этот пелетон. Александр Широков на снегоходе Полярис, про который я начинал вам рассказывать. Продолжу, когда у нас будет технический временной перерыв для того, чтобы вы почувствовали разницу и посчитали возможные траты при покупке Поляриса или PRP. Сразу три региона здесь у нас соревнуются. Тюменская область с Тюменью и Новомаренгуем. Привожский федеральный округ это Киров и Пашкортостан. И северо-западный федеральный округ Вологда. Вот так. Урфо, ПФО и северо-западное ФФО. Соревнование трех округов сейчас можно назвать этот заезд. Николай Грачев по-прежнему лидирует. Поля Красников на второй позиции. Хотя по званиям, по спортивным достижениям в мотокроссе, в мотоспорте, Николай Красников здесь является самым, вообще самым титулованным. Он заявился от Центра технических видов спорта имени Кадырова в Башкортостане. Именно в Башкортостане, в Татарстане. У нас на Югике Кировской области, в Вятских Полянах мы имели честь видеть Николая Красникова на заездах по спидвейу, по ледовому спидвейу. А вот теперь продвинулся на север Николай Красников, и теперь уже в Советском районе, но правда на снегоходе. Лед расставил. Хотя, конечно, жителям Советска очередной раз хочется напомнить, что расставил не лед, а расставил ФОК. Самое большое количество просмотров сейчас лужи в физкультурно-оздоровительном комплексе ФОК Советской открытым еще в декабре. Но мы не будем о том, что когда-то высохнет, о том, что сейчас запомнится навсегда. Николай Грачев по-прежнему лидер. Николай Красников по-прежнему второй. И Дмитрий Широков сороковой. Номер стартовый на третьей позиции. Огромное сейчас хочется сказать респекту Важуха Александру Шушегову. Впервые я вижу этого участника на соревнованиях в классе любителей спорт. На самом дорогом снегоходе он выступает на самом почетном месте, без которого не бывает всех остальных. 77-й стартовый номер. Ну что, московские номера. Красный Полярис. Вот он как раз сейчас проезжает между нами в зеленом пуховике. Что-то Полярис как-то не одел спортсмена. Все-таки красная снегохода, зеленый пуховик. Что-то что-то африканское. По стилю. 12 минут у наших участников, поэтому осталось всего 5 с небольшим, плюс 2 круга по лидеру, после которого вы сможете смело отправиться есть еще мясо в точке торговой. При этом без глютамата натрия. А настоящее замоченное еще... Да, замоченное вчера и приготовленное сегодня. В общем, свежая, охлажденная говядина. По лидеру смотрим на Николая Грачева и Николая Красникова. Не меняется между двумя Николаями. Некому загадать сейчас желание. Даже Дмитрий Широков, несмотря на все загаданные желания, отстает на 3 секунды. Вот, смотри, даже уже на 5. По результатам прохождения круга. 2 секунды отделяет Николая и Николая. Дмитрий Широков отстает от лидера на 5 секунд. Александр Шишеков на целых 17. Хорошая цифра 17. Жизнь не раз бывает. Но в данном случае 17 секунд в первом заезде. Надо как-нибудь сокращать. Потому что все-таки такой результат в классе спорт. Он, конечно, почетен, но не до такой же степени. Все-таки это же Полярис. Полярисы традиционно более мощные. Конечно, они тяжелее, запросы не очень подходят. Но приятно было бы видеть красный болид, летящий на скорости. Летит-то красиво. Вот только место пока что не лучший результат. Тут спрашивали у местного жителя советского. Вообще над вами Боинги летают? Ответил мне нет. Над нами летает БРП. Ну, Бомбардье. Бомбардье, между прочим, делает еще и самолеты, не только снегоходы. Сегодня в Петропавловском действительно летает БРП. Снегоходы канадского производства. Производство БРП и Линкс от нашего надежного поставщика-дистрибьютора «Формула-7», генеральный партнер чемпионата России. Официальный БРП-центр в городе Кирове, компания «Техномер» в доме техники. Николай Красников отстает уже на секунду от лидера. А Дмитрий Шевченко на три секунды. Давайте мы сейчас поприветствуем кировчанина. Александр Шишеков, город Киров. Где ты? Киров вообще далеко. 140 км. Ну, надеюсь, успеет. Итак, Александр Шишеков. Единственный из тех, кто выступает за Киров, помимо Якова Картмана, выступающего за Ярослава. Александр Шишеков, мы ждем тебя на вираже. Зеленый человечек на красном валиде. Вообще, после недавно проведенного опроса, что вы будете делать, если вы увидите зеленых человечек? Большинство людей, конечно, отвечали, что начнут употреблять, закончат употреблять. Только одна женщина сказала, начну переходить дорогу. Согласно этой статистике, все-таки он должен, должен у нас появиться зеленый человечек на красном снегоходе. Полярис, Александр Шишеков. Вот, давайте приветствовать его. 77-й стартный номер. Город Киров! Александр Шишеков! Между прочим, он снимает вас на видеорегистратор, поэтому хлопать нужно громче. Не у всех видеорегистраторов хорошие микрофоны, поэтому хлопать нужно громче, не ушами, а руками. 1.42, 1.43. Время прохождения круга лидирующей группы. Две минуты осталось. Для сравнения, класс взрослый, суперспорт, как мы его называли, проходил круг за минуту 30. Класс юниоры примерно за минуту 35-36. Любители спорта отличаются на целых 15 секунд от спортсменов-профессионалов. Вот вам и разница класса. То есть эти 15 секунд прохождения круга дают о себе знать. Юниор ты, спортсмен или класс взрослый. Допущен, ты будешь к элите снегоходного спорта России. 15 секунд, всего лишь 15 секунд. Отличие в мастерстве. Недаром наши тренеры, наши спортивные гуру говорят, что именно мастерство, не техника. Технику можно настроить, можно тюнинговать, можно в конце концов залить нормальный 102-й кислитель финского производства, экспортируемый как химпрепарат, официально неразрешенный для ввоза в Россию. 102-й высококтановый бензин поступает к нам как химреактив. Можно залить и бензин, можно сделать и тюнинг, можно зачиповать снегоход. Но мастерство, если оно есть, оно дает о себе знать. В случае с Николаем Грачевым, я могу смело это утверждать, потому что самый опытный мастер спорта из Тюменской области, когда-то была команда ТРКСС, многие помнят, Тюменской региональный комитет снегоходного спорта. Сейчас преобразована в сборную команды Тюменской области. Вообще после переезда Тюменского губернатора в Москву, многое изменилось в Тюменской области, многое. В том числе и ТРКСС переименовали в сборную команды. Тюменской области Тюменской области Тюменской области Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok DimaTorzok